Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова «Вам нужно молоко, а не твердая пища. Главная цель последователей Иисуса — передать другим истину, которую вы знаете об Иисусе. Мы не просто вечные студенты. Мы учимся, чтобы донести до других. Лучший способ подготовиться — это готовиться к тому, чтобы передать это другим. Если вы можете объяснить, то вы это поняли, если нет, то вы не знаете, о чем говорите». Тринадцатый стих «Тот, кто все еще питается молоком, ничего не знает об учении, о праведности, потому что он младенец. Твердая же пища предназначена для зрелых людей, ум которых, благодаря опыту, способен различать добро и зло». На последние слова я хочу обратить ваше особое внимание, ум которых, благодаря опыту, способен различать добро и зло. Возможно, вы думаете, что различать добро и зло несложно, но я с вами не согласен. Мне кажется, что мы делаем все возможное, чтобы размыть черту между добром и злом. Недавно начался бейсбольный сезон. Если вы смотрите, то знаете, что подающий часто наступает на место отбивающего. Они затирают линии, которые так четко очерчены в начале игры. К концу четвертой или пятой подачи сложно сказать, где вообще находится место отбивающего. Им нужна широта, и мы с вами живем в то время, где многие пытаются размыть линию. Автор послания к евреям пишет к верующим и говорит, что благодаря практике вы можете научиться различать добро и зло. Мы понимаем, что убийство — это плохо, прелюбодеяние — это плохо, и все, что входит в десять заповедей. Мы убрали эти заповеди со стен наших зданий. Нам стало казаться, что нас ущемляют. А это всего лишь десять моральных стандартов. Мы не хотим больше видеть их в обществе. Для меня это серьезная попытка размыть черту. То, о чем говорит Библия, происходит в нашем поколении. Зло называют добром, а добро — злом. Сегодня нормально насмехаться над христианством на площадях. Этим занимаются СМИ, ночные программы. Это часть нашей культуры. Одного из лидеров нашей страны даже назвали сумасшедшим за его веру. Об этом сказали на национальном телевидении. И человек, который это сказал, все еще работает. Представьте, если сказать что-то подобное о нашей культуре. Это сразу же назвали бы оскорблением, нетерпимостью, травлей. Как видите, линия размытая. И единственный способ, как мы с вами можем поддерживать нашу позицию, это постоянное и ловкое использование истины, которая всегда рядом. К сожалению, церкви мало чем помогают нам. Нас чаще волнует принятие, чем отстаивание истины. Давайте посмотрим. Теперь на 12 главу послания к римлянам. Наверняка многие из вас с нетерпением ожидают наказания. У этого слова может быть несколько значений. Но все же... Читаем. Мы не любим, когда нас наказывают. Нам это неприятно. Но позже те, кто был научен наказаниями, пожинают мирную жатву праведной жизни. Мы не любим, когда нас наказывают. Аминь. Одно из значений — это внешнее влияние, направленное на вас. Например, родители наказывают детей, или полиция наказывает нас на дороге. И очень редко нам нравятся такие наказания. Но это необходимо. Именно об этом сказано в 12 главе. В Библии говорится, что Бог дисциплинирует своих детей. А если Он не дисциплинирует, то Он вас не любит, и вы незаконный ребенок. То есть Бог проявляет свою власть в вашей жизни. Это значит, что Его воля выступает против вашей. А последователи Христа должны научиться подчинять свою волю в воле Божьей. И это не очень приятный процесс. Но в этом стихе сказано, что если мы этому научены, то пожинаем урожай. Мы думаем, я попался один раз, но может в следующий раз мне повезет больше. А вы можете быть наказаны, но продолжать бунтовать и никак не меняться. Скажите, а у кого есть больше одного штрафа за превышение скорости на дороге? Не поднимайте руку. Есть еще одно значение дисциплины. Внутренняя дисциплина. Мы дисциплинируем себя сами. Это называется самодисциплина. Но вам нужны обе стороны этого слова, чтобы получить полное значение. Слово «наказание» или «дисциплина». Мы подчиняемся властям, которые выше нас. Но также мы принимаем решение дисциплинировать себя сами. Нам нужно уметь говорить себе «нет». Счастье приходит не от того, что нам больше можно. Правда в том, что когда мы подчиняемся Божьей дисциплине и становимся дисциплинированными людьми, наша радость и удовлетворение от жизни поднимаются вверх. Это не всегда приятно. Но результаты при этом поразительные. Итак, мы начали наш год с десяти намерений, которые должны направить наши жизни к Господу. Это будет время тренировки. Мы дисциплинируем себя на какое-то время, чтобы научиться сотрудничать с Господом, слышать и узнавать Его так, как никогда раньше. Намерение очень важное. Если намерения не будет, то, скорее всего, не будет и результата. Мне нравится это время года, потому что я люблю летние овощи в Теннесси. Я люблю свежие томаты, зеленую фасоль. Еще просто обожаю молодую картошку, кабачки, кукурузу. Я проголодался. Но все эти вещи не появляются автоматически. Если вы хотите, чтобы они выросли в вашем огороде, то вам нужно обработать почву, посадить семена, полоть сорняки, поливать растения. Вам нужно иметь намерение. Вы не можете сидеть дома и думать, «Я Божий человек, поэтому у меня есть огород». Нет, так вы будете голодным Божьим человеком. Многие Божьи вещи требуют от нас намерений и решительности. Именно об этом наши 10 намерений. Давайте быстро вспомним их. Многие из них знакомы с ними, потому что вы уже с ними живете. Во-первых, я намерен прочитать за год всю Библию. Если вы будете читать Библию по 10-15 минут на день, то за год вы ее прочитаете. Мы начали в январе читать Новый Завет и закончим Книгу Откровений еще до Пасхи. Мы прочли весь Новый Завет менее чем за 100 дней. Кто из вас читал вместе с нами? Замечательно, молодцы. А что делали остальные? Читали новости в интернете, быть может? Тогда неудивительно, что вы в депрессии. 15 минут в день, и вы можете прочесть всю Библию. Но есть одна проблема. Мы закончили Новый Завет, а впереди Ветхий. Мы прочитали важную часть. Историю об Иисусе. Какой я молодец. Друзья, Новый Завет не имеет никакого смысла без Ветхого. Я вам обещаю, что важность того, что вы уже прочли, умножится невероятно, когда вы прочтете Ветхий Завет. Поэтому не теряйте рвение. Продолжайте вместе с нами. Ну и во-вторых, мы намерены каждый день молиться, мы станем людьми, которые молятся. Вы уже никогда не сможете сказать, «Я не молитвенник». Я мало молюсь. Мы же не используем эту отговорку. Мы молимся каждый день. Каждый Божий день мы приносим Богу молитвы. Если вы легли спать и вспомнили, что не молились, вставайте. Никаких молитв. В лежачем положении, с одним открытым глазом. Если вы легли и вспомнили, что не молились, то вставайте тут же. Встаньте возле кровати, поднимите руки и скажите, «Господь, спасибо за этот день. Дай мне силы для следующего. Дай мне хороший сон. Я хочу служить себе завтра». Итак, вы молитесь каждый день. В-третьих, мы намерены почитать Бога в наших домах. Я буду почитать Бога в моем доме. Я не просто хожу в церковь, сижу там и киваю в нужные моменты. Самая сложная миссионерская Нива — это ваш дом. Я могу сесть в самолет, улететь в Африку и вовсю проповедовать об Иисусе, потому что эти люди не знают меня. Я стою за кафедрой с Библией, и они думают, что я всегда так себя веду. Но люди, которые живут со мной, самое сложное место для разговоров о вашей вере — это ваш дом. Не рекомендую вам учить своих домашних, как быть благочестивыми. Я говорю о том, чтобы ваша страсть к Господу стала очевидной в вашем доме. Возможно, вы читаете Библию, и ваши домашние знают об этом. Вы не прячетесь от них, но это не для их одобрения, а чтобы они видели, насколько это ценно для вас. Вы можете произнести короткую молитву за своих детей. Господь, спасибо за этот подарок от Тебя. Вы можете произнести молитву за жену или мужа, когда он придет домой после работы. Господь, спасибо Тебе за такого трудящегося мужа. Но я тоже весь день работала. Я знаю, просто поблагодарите Бога за кого-то другого. А кто будет молиться за меня? Я понял, но когда вы встретитесь с Господом, то вначале... Что, начнете со своих оправданий? А вот 12 причин, почему я был непослушен. Расскажите потом, что из этого вышло. Знаете, почему это важно? Люди, которые живут с вами, будут знать, что они вам не безразличны. Мы будем почитать Бога в наших домах. Перестаньте жаловаться, что в школах перестали почитать Бога. Давайте так почитать Бога дома, чтобы дети сами задавались вопросом, почему этого нельзя делать в школе. В-четвертых, выполнять свою работу порядочно. Это значит быть порядочным не только дома, но и за его пределами. Я работаю порядочно. Я намерен быть лучшим работником не только из-за моей продуктивности, но и из-за моего характера. Если в Кентухе идет снег, я все равно иду на работу. Я немного другой. Я прихожу вовремя. Я иду, потому что хочу послужить, а не потому что должен. Моя вера влияет на мое поведение и в бизнесе, но им это не нравится. Я не говорю быть несносным, влезать на стол и проповедовать им. Я буду работать порядочно. Номер пять. Я намерен учить детей уважать Бога и Его людей. Если в вашем доме есть дети, то это очень важно. Если нет, то это остается вашей ответственностью, потому что под вами молодые люди. Я понял, что определение слова «дети» меняется. Если вы молодые родители, то для вас дети — это те, кто еще не ходят в школу, не едят сами. Но проходит время, некоторые люди называют меня ребенком, а я думаю, продолжайте. Мне говорят, молодой человек. О, вы мне нравитесь определенно. Я намерен сотрудничать со Святым Духом. Мы взяли сто дней, чтобы делать это намеренно. Давайте немного поговорим об этом. Я не говорю о молитве покаяния, рождении свыше, крещении. Это замечательно. Но сотрудничество со Святым Духом — это немного больше, чем просто переживание. Иисус сказал своему близкому окружению. «Вам лучше, чтобы я ушел. Если я уйду, то пошлю к вам утешителя, который будет помогать вам». Если Иисус считал, что его отсутствие улучшит качество их духовной жизни, то нам стоит обратить на это внимание и приглашать Духа Святого в нашу жизнь. Я заметил, что мы говорим о Духе Святом с ограничениями терминов. «Я хочу сотрудничать с Духом Святым, но я не буду». У меня для вас новость. Он не будет навязываться. Он приходит лишь туда, куда его приглашают, а мы не очень-то приглашаем его. Представьте, что идете на собеседование и хотите получить работу, но говорите, «Я очень хочу работать у вас, но я не буду того-то и того-то». Такие заявления только отдаляют от вас эту работу. Согласны? Но мы также относимся к Духу Живого Бога. У меня есть идея. Просто начните говорить Духу Святому. «Я хочу с тобой сотрудничать. Хочу распознавать твой голос. Готов пожертвовать своим достоинством ради сотрудничества с тобою». Я не говорю, что Дух Святой опозорит нас, но иногда нас больше волнует то, что скажут люди. У меня для вас новость. Они и так о вас разговаривают. Если кто-то говорит обо мне, потому что я сотрудничаю со Святым Духом, то меня это устраивает. Надеюсь, люди говорят о нас с вами из-за того, что мы сотрудничаем со Святым Духом? Номер восемь. Вы будете от этого в восторге? Я намерен давать десятину. Вы знали, что я доберусь до ваших денег, не так ли? Десятина — это 10%. 10% от того, что вы получили, принадлежит Господу, а не вам. Мы приносим ее Господу. Это даже выражение нашей доброты и щедрости. 10% принадлежат Господу, а щедрость — это все, что больше этого. Эти 10% не мои, поэтому я ничего не могу делать с ними. Они Божии. Почему? Библия говорит, что все принадлежит Господу. Он доверил это нам, как распорядителям. Но нам нужно научиться быть щедрыми. Это не приходит интуитивно. Когда все работает хорошо и экономика стабильна, может, вы можете представить будущее, в котором вы стабилизировали свою жизнь. Мир, в котором мы живем, нестабильный, довольно шаткий. И нам нужна помощь всемогущего Бога, чтобы гарантировать нам хорошее будущее. А если вы не пригласили его в свои финансы и сказали, «Это мое дело, а не твое», тогда у вас нет Божьей помощи. И я не даю вам никакой гарантии. Я отдаю не для того, чтобы получить, а чтобы Бог знал, что я доверяю Ему обеспечение моей жизни. Я учусь говорить «нет». Жадности и зависти, и вести щедрую жизнь. Какому поведению нужно учиться, если вы еще не научились, то вначале вам будет неловко. У вас может быть много причин, чтобы быть скептиком в этом вопросе, но это вам никак не поможет. Я вам гарантирую, не пасторы придумали десятину. Она была придумана две тысячи лет назад, еще до появления церкви. Но если бы ее придумали пасторами, то они никогда бы не остановились на десяти процентах. И к этому времени это было бы уже где-то девяносто восемь процентов. И вы знаете, что я говорю правду. Если десятина вам еще не знакома, то я хочу познакомить вас с ней. Она изменит траекторию вашей жизни. Я видел подтверждение этому много-много раз. Номер девять. Это один из самых важных пунктов. Я не расставлял их по степени важности. Я намерен вырасти в Господе, расти. Я не хочу поддерживать нынешний порядок вещей. В прошлом году все было хорошо, но в этом я планирую принести еще больше плода Господу. Я здесь не для того, чтобы проходить одни и те же события год за годом. Я намерен расти в Господе. Мы начали читать Библию, и с тех пор люди подходят и говорят мне, «Пастор, я прочел Библию целых три раза. Прочитал ее от корки до корки». А чем вы занимаетесь сейчас, м? А вы знали, что если вы закончили, то можете снова начать сотворение неба и земли и продолжать до слова «Аминь» в Откровении? Я также рекомендую вам изучить карты, но если хотите остановиться на Откровении, остановитесь там. Если вы получили все Откровения, то можете искать что-то другое. Я читаю Библию уже много лет, и иногда у меня возникает чувство, что кто-то добавил в мою Библию новую страницу. В прошлый раз такого здесь не было. Нет, ну я бы запомнил, я даже нахожу персонажей, о которых я раньше и не слышал. Стыдоба! Я намерен расти в Господе! И последняя строчка должна нам помочь со всеми предыдущими пунктами. Я намерен говорить «да» благочестию и «нет» нечестию. Все это идет в комплекте. В моей повседневной жизни, в общении с друзьями, я буду выбирать людей, моменты и возможности, которые способствуют моему благочестию. Я буду держаться подальше от людей и мест, которые убивают мое рвение к благочестию. Я буду проводить время не с теми, кто тянет меня к нечестию, а с теми, кто поощряет меня к благочестию. Мне не нужна помощь, чтобы говорить «да» нечестию. Я и сам с этим прекрасно справляюсь. Как и вы, впрочем. Как только я принял это решение, то стал обращать на это внимание. Я не хожу в определенные места, потому что они не способствуют моему благочестию. Есть вещи, которые я не буду читать или смотреть, и люди, с которыми я не буду проводить время, потому что они не способствуют моему благочестию. Я не говорю, что у меня нет благочестивых друзей, есть, но я хочу практиковаться и выбирать благочестие там, где я не мог этого в прошлом году. Я намерен говорить нечестию «нет» с еще большей решительностью, чем ранее. Это список из десяти пунктов. Ни один из них не сможет принести полную трансформацию, но смотрите на них как на набор инструментов. Вам нужен каждый из них временами, одни инструменты будут важнее других, но вы должны быть знакомы с каждым. Они изменят вид ваших отношений с Господом. И вот мы подходим к завершению этих ста дней. Но это не означает, что до 31 декабря мы возвращаемся к нулевой отметке. Нет. Мы должны поддерживать прогресс, которого мы достигли. А что далее? Что нам еще делать? Нам нужно 200 дней веры. Я так не думаю. Думаю, 100 дней показали вам, что может произойти, если вы сконцентрируетесь. Если вы прошли эти 100 дней и хотите начать новые 100, в этом нет ничего плохого. Нет ничего особенного в январе. Цель этого тренировочного периода — показать вам, что вы можете выполнить то, что раньше казалось невозможным. Мы тренируем себя телесно и дисциплинируем себя финансово и в других сферах, чтобы достичь чего-то в конце этого дисциплинарного периода. То же касается и духовных вещей. Вы тренировались, и теперь вы готовы попробовать. Раньше я этого не мог, но я какое-то время тренировался, и может, сейчас я смогу. Я не могу пробежать с милю, но я тренировался, и теперь думаю, могу. Итак, после тренировки вы пробуете. Но будьте готовы, что вы не будете успешны сразу во всем. Останутся вещи, которые все еще не будут получаться, и это не означает, что вы неудачник. А значит, вы теперь знаете, на чем следует сконцентрироваться в будущем. Если вы сто дней каждый день молились, то у вас должна появиться новая смелость для молитвы. Сто дней назад вы говорили, что не умеете молиться. А теперь умеете. Вы молились каждый день. Теперь можете подключить к молитве еще кого-то. жену, мужа, детей, соседей. А может, теперь вы можете молиться дважды в день? Но вы фанатики. Ого-го! Но к тренировке усилия нужно добавить еще один компонент искренности. Искренность и подлинность идут рука об руку. Я вам говорил, что в наши дни одной искренности недостаточно. Она часто обижает христиан. Пастор, я искренне старался. Ценю ваши усилия, но ваша искренность не имеет никакого значения. Если вы можете предложить только искренность, если бы мне нужна была операция, а вы любите меня, и у вас есть острый нож, то вы бы искренне постарались помочь мне. Но если это все, что у вас есть, то я пас. Я лучше поищу того, кто тренировался делать операции, а потом уже спрошу о его искренности. Если он тренировался, практиковался, но ему искренне плевать на меня, то тут я тоже пас. Лучший результат получается, когда есть подготовка, практика и искренность или подлинность. Подлинность — это черта между тем, что вы говорите, и кто вы на самом деле. А вы можете прийти в церковь и не быть настоящим. А вы можете просто находиться в церкви. Галочка, я сходил в церковь. Мое сердце и мой разум были в совсем других местах, но мое тело было там. Подлинность означает, что во всем этом есть согласованность. Итак, к нашему обучению мы хотим добавить практику того, чему мы научились, а также работу над тем, чтобы стать подлинным или настоящим в этом. Этому нужно учиться. Когда-то я ходил в церковь, но мне не нравились христиане, потому что с неверующими мне было комфортнее. Все потому, что нечестия во мне было больше, чем благочестия у вас должен зажечься желтый свет, если вам действительно комфортнее с нечестивыми, чем с набожными. Я не осуждаю, а призываю осознать это. Мы все находимся в процессе трансформации, поэтому это не осуждение, а осознание того, где вы находитесь. обучение, практика, подлинность. Когда последователи Иисуса в книге Деяний столкнулись с угрозами, насилием и арестами, они стали молиться, чтобы Бог дал им смелость. Это же я хочу и для нас с вами, чтобы в это время Дух Божий давал нам смелость быть сторонниками Иисуса. Давайте помолимся. Отец Небесный, спасибо за все, что ты сделал для нас. Давай нам смелость от Святого Духа, чтобы проповедовать об Иисусе. Смотрите каждую неделю нашу программу с пастором Алленом Джексоном, а также заходите на наш веб-сайт, где вы можете найти прекрасные ресурсы, которые помогут вам подняться на новый уровень вашей христианской жизни. Мы также просим вас подумать о том, чтобы поддержать нас в распространении этого послания по всему миру. Это будет возможно только с вашей помощью. Поэтому подумайте о том, чтобы стать нашим партнером. И если вы окажетесь в наших краях, мы будем очень рады вас видеть в церкви World Outreach в Мёрфисборе. А также вы можете ежедневно быть на связи с пастором Алленом Джексоном в соцсетях. Спасибо, что вы с нами и что являетесь частью этого служения. До скорой встречи в нашей программе с пастором Алленом Джексоном. Пасхи и Пасхи. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... И нашим местонахождение... Обращайтесь на наш веб-сайт. Я пастор Аллен, и я приглашаю вас на празднование Пасхи в нашей церкви. До скорой встречи в нашей церкви! Предлагаем вашему вниманию новое изучение Библии с пастором Алленом «Интерактивная Библия. Том 1». Программа на основании видеоматериалов, которая расширит ваше понимание всей Библии и ее послания. Это уникальное иллюстрированное пособие. Наш подарок вам за поддержку служения Аллена Джексона. Закажите первый том «Интерактивная Библия. Том 1». Воспользовавшись контактной информацией на экране. Спасибо вам за поддержку. Вместе мы приносим разницу. Предлагаем вашему вниманию новое изучение Библии с пастором Алленом «Интерактивная Библия. Том 1». Программа на основании видеоматериалов, которая расширит ваше понимание всей Библии и ее послания. Это уникальное иллюстрированное пособие наш подарок вам за поддержку служения Аллена Джексона. Закажите первый том «Интерактивная Библия» уже сегодня, воспользовавшись контактной информацией на экране. Спасибо вам за поддержку. Вместе мы приносим разницу. Продолжение следует... Продолжение следует...